доброе утро вы начались там хуторе итак какие планы на день надо продолжать строительство нашего опи домика на дереве а то есть наверно строй стропильную систему наверно и наверно надо установить теплицу сегодня два вот таких вот дела а как получится я вообще не знаю дерево валить я так и хотел на самом деле не купил в одном магазине не было там уже дальше я не поехал ну ладно короче вы тогда с димой стропирую систему дальше а мы пойдем в теплицу устанавливать вдвоем а потом и когда закончим и пойдем поможем а перед тем как установить теплицу надо и перекопать это место да очень долго думали где ее установить эту теплицу сначала думали на гектаре потом думали там в лесочке ну во первых там корневая это будет корни здесь уже обработано а во вторых во вторых здесь уже огорожено огорожено удобрено поэтому придется на огороде установить потому что если установить где-либо то козы эту теплицу просто поломают ваня гаев антипризу собирал а я один раз лет пять назад но в этом ничего сложного нету когда знаешь что как делать поочередность то это вообще легко обычный конструктор для взрослых только что позвонил не однокурсник до всем долго долго разговаривали и вот он спросил такой вот интересный вопрос может всех так волнует но он гадима говорит а ты мне скажи это у тебя коммерческий проект я беру в каком смысле коммерческие так что то это это что значит коммерческий проект с кем-то я делюсь или говорю или кто-то это все спонсирует он без нет нет и ты игрит вот это вот все что ты игрит делаешь это ради удовольствие ради денег перед 50 на 50 я говорю ну конечно говорю я говорю и ради денег тоже ради денег тоже но это же в основном все ради удовольствия я бы это делал бы и без камеры этим бы занимался вот но если бы я хотел просто только денег да зачем мне надо было бы свиньям в навоз лезть это конечно же безусловно это все нравится зачем если зарабатывать на ю тубе то сельская тема это последняя тема на которой можно заработать ролики на ю тубе не набирают все сельские миллионные просмотры 100 тысяч нету ни одного блогера сельского которого есть миллион подписчиков то есть если я хотел заработать до валентина я я просто сейчас бы сделал ролик и назвал его так вот как правильно собрать теплицу из полиркабаната она бы он бы был бы пятиминутный он выбрал набрал бы миллион просмотров и его бы искали ли зрители она будет так называться какой-нибудь жизнь на хуторе там один из дней мы делаем то что делаем нравится делать соединяем эти трубки сюда ну что получается ваня его копает а я что разложил сейчас не занята надо чтобы ты помогла нам придержать я просто но вы поддержите дуги а я наживлю я кушать готовлю я хочу кушать а что мы будем кушать соевое мясо это как прошлом году до моего год не ели соевый там есть соевый гуляш и что-то еще посмотрим на его лицо он скажет даже чего мясо едите ну давай вот это соевая мир мишель и совые кубики до гуляш и без струганов как мясо заходит вот пахнет а пахнет реально как мяско я сюда лучка чесночка и вот они как они были такие маленькие-маленькие вот они такие стали набухшие если значит картошки будет что будет делать да мои цветочки еще стоят а Продолжение следует... Ух, и любит наша гуска свиней, да? Ну что, почти готово? Ну, каркасик, тут с самого приготовления час может занять, а каркасик скрутить, она вообще 15 минут и готова. Валентина, будет 100 вопросов и 100 человек потыкнут. Ой, ненадежно, надо было на деревянную платформу или бетонировать. Почему мы это не делаем? Ну, потому что мы будем ее менять местами. Да, да, может быть, если поставить на деревянный фундамент. Во-первых, это займет реально, будешь каждый день, неделю, да? Выставлять это все по уровню, это не стоит того, потому что почва беднеет, все равно мы в деревне поставили, считай, посреди поля. Мы вот на эти гринкеры, да, и вот эти анкеры, да, мы выложили камни. И даже, когда были такие ураганы, она не улетела. А здесь, в лесу, у нас такой климат, у нас нет такого ветра, чтобы она улетела. То есть, просто вот сюда камни и все. Вот, и два года тут постояло, два года тут, два года тут. То есть, если садить 10 лет подряд помидоры в одном месте, то это надо реально землю менять. То уже лучше теплицу переставить, чем землю одну убирать, другую привозить, правильно? Что у нас с едой? Готовится. Хорошо, теплица тоже готовится. Потому что такие же эти, спросят. Пойдем. Пойдем, пойдем. Валюш, я близко к заболу, не покажу. Пойдет? Пойдет. Если бы я был один, конечно, я бы сразу там монтировал. И снизу копать я тоже не мог, потому что навоз был. По навозу ходить. И все, вот такие кирпичики ложатся. И никуда эта теплица не денется. Та не улетела, значит, эта не улетит. Эта не улетит, да. Может, где-то другой климат. Но у нас не надо. Так выдерживает. Потом вот копал и перенес ее. Ох, сейчас рванет. Да? Да. А сейчас самый ответственный момент, да? Угу. Или покушаем перед этим? Покушаешь, потом скажешь, ну все. Уже сегодня не успели. Не, нормально. Все видят солнце только на 12 часов дня у нас. Вот так. Надо эту перку сразу клеить. Первый шурупчик есть. Первый шурупчик. Валентина, Ничего страшного, что я инструкцию не читал. Ничего, может, мы с тобой это складывали. Лет пять прошло же. Ну, я думаю, такое не забывается. Лишнее отрезаем. Поликарбоната впритык. Ошибаться тут нельзя. Навесы прикручиваем после того, как прикрутили поликарбонат. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, получается? Да, вот форточка. Я даже не знаю, вот здесь вот я здесь вот не отрезал. Надо отрезать или не надо, или пускай меняет. Может, не надо, туда не будет заходить ничего тогда. Ну, если что. Ну, пока новая, а то красивая. Сейчас гуси еще гвоздей наедятся. А ну! Ну что, Ваня, давай следующую. Пошли кушать. Да, пересняли. Да покушай, потом доделаем. Да. Нам тут осталось. Ерунда. До заката солнца, да? Да, она легкая. Ну, там на том же месте, оно более-менее ровное. Мне вот так надо. Давай, тогда наживлю, чтобы на лист не улетел, пока мы покушаем. То и так уже тот летает. Пережимать нельзя. Кому много, кому мало. О, все молчат, значит, все много. Стол не рухнет. Ядар, это тебе. Хлебушек дай всем. Коронавирус нельзя, что каждый должен сам себе брать. Коронавирус. Вот, Ваня, оцени работу ихнюю, да? И нашу, да? Они установили всего лишь две стропильные. Да? Три. А мы с тобой три. Ну, хорошо, три. А мы 80% теплицы собрали, да? У нас творческая работа. Надо вымерять ровненько, красивенько. У нас уже все вымерено, да? Вы готовы и привезли. У нас собиратели. Крайно, вы же нас еще звали, отвлекали. Ну, один раз. 40% помогли вам сделать. А на закончу, сейчас сам можем. Вкусно, что это или нет? Кого? Еда. Еда, как еда? Вкусно, вкусно. Как козлятина? Это ж Борька прошла водней. Ты вчера вообще обещал, что будешь пастить без мяса. А не салатики, а сегодня одно мясо ешь. Повелся, я беру поведется, да? А приходится мне салатики есть. Это разное мясо? А как ты думаешь, договаривайся, свинина или козлятина? Вот попробуй, вот сейчас вот скажи, нежно, по нежности. Мясо, как мясо. Я знаю, что это. Это соя. Это растение. Реально варит, и сытное как мясо, и на вкус как мясо. Белка много. Мы с вами, когда ее варили, говорим, сейчас Федя не поверит, что это мясо. Это реально повелся. Кричит мясо, да? Ваня все слышал, но все равно говорит, а что это? Мясо как мясо. Вы, короче, по неволе, пацаны, будете тоже пастить, а что делать? Зато сытно. Полезно и вкусно. Кричит мясо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам двух свинок или одну? Нет, нам двух свинок. А взяли тару? Конечно, вот открыть багажник не могу. С этой стороны с оказалась стряла. И все. О, так, вот такая система. Интересно. Вот в этой коробке повезем? Или сначала в мешке, потом в коробке? Сначала в мешок, а потом в коробку. Я же одна, я их не половлю, если просто в коробке. А, вот сюда их, да? Да. Ну, идем в ловить. Сначала в мешок. Вот наша, это наша бочка. Бочка вообще молодец. Мы, короче, эти два пороселка, я сегодня даже никому не рассказывал, боюсь даже что-то про них говорить. Они в основном постоянно спят. Ну, потому что они еще маленькие. То ли они больные, то ли так сильно наедаются. Раньше, когда бочки не было, они за нами бегали, пищали. А сейчас вот смохчут ее спят, смохчут ее спят. То есть это одно из двух. Или они выживут, или они больные и не выживут. Я уже даже боюсь что-то говорить, что это прогнозировать. Но девочка и мальчик остались. Ну, маленькие вообще. Маленькие, но вообще маленькие. Ну, мы уже бочку один раз сегодня выпустили, чтобы ее сдаили, остальные поросяты и назад загнали. На, кушай. Он совсем маленький. Кажется, они побольше. Ну, мы же взяли суточные минуты. Ну, красивые такие. Полосатики. Я уже боюсь. Тебе больше всех надо, да? Подруга. Позаглядывать, что там. Молока. Дай молока, да. Это побольше, который это мальчик, да? Да, да. Посмотрим, что это будет. А мы оставили, чтобы у нее инстинкт был. Для массовки. Для массовки. Он, короче, ее заваливает, а они пьют. Валя, это мальчик или девочка для массовки? А я не знаю. Так может, это крупная девочка? Я думаю, что нет. Чел, запустите, все. Черновая работа готова. Чистовая будет самая дорогая и самая долгая. А так, ну, видно уже их дешево, да? Ну, а как... А просто это дерево. А на видео, как оно представлялось? Круг больше домик или меньше? Больше. Казалось, это дом больше, да? Больше. Ну, он 4 на 4. 16. Ну, он вполне нормальный. 16 квадратов. А вот из какого дерева вот эти вот? Вязы. Вязы. Что так было жалко смотреть, как вы их туда катили и устанавливали. Тяжело было, ну. Видно было, что очень тяжело. Тяжело. Чтобы шел поросят ловить. А ты что на ее место улегся? Да, Злата? Солома выделить не буду. Копай, Вань, копай. А, улетай. Сейчас готово. Все. Все, к Зинке поехали компаньоны. Ну да, хорошо, что самые большие девочки на разведение. Да. Все, последний лист. И чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Давай, теперь эту. О, держи. Держи. Не, одному лучше теглицу не делать. Все-таки вдвоем намного проще, намного лучше и намного качественнее. Ну, конечно. Держишь? Да. Последний лист сразу держит и левый, и правый. Поэтому я в конце перекручиваю. Уже когда к концу теплицы, да, уже научился. Уже завтра бы, вот реально, конечно, солнце, все-таки лыжи на закате. На закате. На закате. Ну, если бы завтра я уже мог бы в две собрать. Последний завтра три, да? Что тут такое волшебное место есть, да? Вилка, что ты хочешь здесь? Что? Что там вкусного? Она же не достанет, но влезть-то надо. Ну, вот как ты в эту бочку попадешь? Вилка. Не была бы только за, ну. Выходи, медвежатница. Все, хозяйка, принимай работу. Плохо сделали. Спасибо. Короче, вот цесарки орут, вот не дают нам видео снимать. Точно их продал. Заходите, господи, дорогие. Кстати, вот работают все эти. Это будешь открывать, когда будет еще жарко. Все, заходи. Тут уже тепло. Тут уже потеплело. Я, Валентина, знаешь, что хочу тебе предложить. Давай я, короче, установлю здесь буржуйку, буду дровами топить. И капельный полив еще сделаю. Давай. Мечта. Сейчас. Все, теплица есть. Я пошел домик делать. И так Федя без меня с ней крышу накрыл. Все, Ваня, пошли к Феде. Димка, ловите доски. Ага. Хорошо. Оusher. КОМЕНТЫ. Пошли. 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 Давайте сюда, сюда. Смотри стороны. Вот сюда, да. Подал бы мне и все. Пошли. На ту сторону, на ту. На какую? На ту. А, на ту. Скажи, ты на ту сторону. Давайте, сюда. Ах! Глину кушает. Глину кушает. Ходит в песке глину и кушает ее. На тебе стоит. Слышишь? Слышишь? Слышишь, вага. Забери. Слышишь? 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 Стима, подвинь. Слышишь? А как мы будем здесь крышу делать, если здесь страшно? Тут наверху вообще страшно. Я бы туда вообще не залезла бы никогда. Тут, Валентина, вообще страшно. Это как трёхэтажка. Как с третьего этажа вот здесь на крыше. Ты что? Здесь, короче, будет окно вот это. Такое вот полтора на девяносто. Причём Сергей нам подсказал не просто окно. Оно здесь вот будет просто открываться так, гоп, на распашку в две стороны. Причём здесь перемычки не будет. То есть открыл, и стоишь на лес любуешься и пьёшь чайок. Спасибо, Дима, ты очень хороший человек. Ладно, ты чё, это время. Если я уходу. В общем, такой был денёк. Сегодня выставили шесть трофил. Выставил Фёдор. Завтра выставляем седьмую. И черновая крыша опять уже нам готова. А мы с Ваней молодцы. Походу, да. Всё, всем пока. Пока. Как вам эта банда? Зинка вообще не ложится. Ха-ха-ха. Зинка, ты ложись, потому что они тебя сейчас снесут. Субтитры создавал DimaTorzok